Здравствуйте, дорогие львы! Я рада снова для вас делать прогнозы. Это недельный прогноз для вас. Неделя с 22 по 28 февраля. На работу, дела, бизнес вам вышла луна и леса. Ну, конечно же, обе карты могут говорить о хитрости, обмане, каких-то осложнениях. Возможно, кто-то плетет интриги. И, может быть, будут некоторые моменты, назовем так, скрыты от вас. И вы будете, как та лисичка, пытаться докопаться, разведать, что же там такое. Почему я этого до конца не могу понять и увидеть. Но для тех, у кого в ведении на работе есть люди, подчиненные, я имею в виду, кто материально ответственен, кто работает там, где что-то может быть, ну, скажем, украдено или каким-то образом может быть какое-то мошенничество, вам надо держать ушки на макушке, безусловно. Потому что это, да, не самые лучшие карты. Если вы работаете в женском коллективе, то, может быть, это просто луна, женская энергия. Лисичка – это всё такое тоже не всегда искренне, иногда в глаза улыбаются, за глаза не совсем. Ну, в общем, не обязательно, что это прям что-то такое страшное. Также это может быть какой-то для людей творческий процесс. Но он такой, вот я говорю, глубокий. И поиск чего-то идёт. Поиск, может быть, вы будете смотреть, а что делают другие, не с целью стырить, а с целью идею цепануть и что-то сделать получше, поинтереснее. Но вот этот момент выискивания, рыскания, он присутствует в этой лисе. Личная жизнь. Девятка Пентакли и букет. Ммм, какая красота! Какая красота! Независимо от того, свободны вы, в паре вы, карты великолепны, во-первых. И для свободных вы в паре это может быть приглашение куда-то. То есть могут к вам прийти в гости люди, можете вы куда-то пойти. Потом и та, и другая карта говорят об изяществе, о красоте, о комфорте, о том, что мы себя балуем в хорошем смысле этого слова, позволяем себе какие-то удовольствия, наслаждаемся чем-то. Женщины могут на этой неделе, наверное, заняться собой. Может быть, у кого-то уже кто-то записан к парикмахеру, стилисту, не знаю, к портнихе, там, неважно, к модельеру, куда угодно. Потому что обе карты действительно ухода за собой, красоты, здоровья, внешности и позволения себе роскоши даже. Вот так. Пары могут выходить в люди и не только, как говорится, людей посмотреть, но и себя показать. И будут выглядеть стильными, красивыми, ухоженными, такими прям. Да, элегантными. То есть неделя в этом плане хороша. Потому что букет всегда радует. Букет – это всегда что-то приятное. Потому что если мы сейчас с вами закроем глазки, неважно, мужчина вы или женщина, и представим, что нам дарят букет вот таких свежих, хрустящих, весенних тюльпанов. Конечно же, это приятно. Просто по-человечески приятно. Поэтому неделя будет радостная в личной жизни. Может быть, у вас будет просто даже внутреннее состояние такого самодостаточности, довольства чем-то в своей жизни, довольства своими успехами. Совет карт «Король мечей» и антисовет «Верховный жрец». Здесь, как бы, я вижу два основных момента. Надо на этой неделе вам стараться быть более, как бы это сказать, интеллектуально гибкими, иметь такой более аналитический подход к вещам. То есть, смотрите, и «Король мечей», и «Верховный жрец» – люди достаточно хорошо образованные, высоко образованные. Но «Король мечей» – он аналитик. И он, даже будучи профессором, опытнейшим человеком, умнейшим человеком, если ему дали что-то, вот появился у него какой-то факт, он берёт это, ну, когда я посмотрю, он не боится показаться, что, типа, я там чего-то не знаю. Он будет это анализировать и делать выводы, и может даже изменить своё мнение на основе вот этих фактов, вот этого чего-то, что перед ним, как говорится, открылось. А «Верховный жрец», он может слишком вот упереться в какие-то догмы, так положено, вы знаете, это должно быть вот так, какие-то традиции. В общем, такое вот, его не сдвинешь с места. Он считает, что он всё знает, что вот так вот правильно, и несмотря на предоставленные ему эти, он отложит это в сторону и будет всё равно придерживаться каких-то традиционных понятий. Так вот, надо, чтобы была гибкость, гибкий такой подход, именно аналитический, говорю, подход. Более практичный ум должен быть. Потом, что я вижу в этих картах ещё. Король мечей, он жёсткий, даже иногда жестокий, но потому что долг превыше всего, потому что, посмотрев на ситуацию, например, нельзя здесь допустить, чтобы распустились условно. И он быстро всю ситуацию берёт в руки, строит и отметает все вот эти... В нём нет мягкости, какого-то сострадания, терпения, долготерпения, как у Верховного Жреца. Нет. Поэтому он может принимать достаточно резкие, и даже кому-то может показаться жёсткие решения. Ещё, конечно, да, не знаю даже, надо ли так говорить. Но если кто-то на службе, где, скажем, от вас зависит что-то и судьбы там многих людей, их благополучие, вот как бы, я бы сказала, долг превыше всего на этой неделе. Потому что, допустим, если, ну, условно, да, там, у дядюшки юбилей, 70 лет, да, а вы, например, хирург, тот, кто должен, чья смена должна быть, он, неважно, там, заболел, не смог выйти на работу, вам позвонили, вас просят выйти. А тут, значит, жена стоит уже подбочинилась, как ты не пойдёшь к моему дяде на юбилей? Но вот долг превыше всего. Если какие-то там, типа, традиции надо соблюдать, ля-ля, вот это немножечко, это иногда может отойти на второй план. Я, конечно, боюсь такие вещи говорить, но, как бы, что вижу, то пою, по принципу. Духовный совет из Ошадзен, карта путешествия, восьмёрка огня. Дорогие львы, вам вышло. Ну, в Ошадзен смысл этой карты лишь в том, что вся наша жизнь одно большое путешествие. Тут нет конца и края, на самом деле. Достигнув чего-то, мы всё равно двигаемся дальше, дальше. Ну, то есть, если ты сел, и, типа, мне уже ничего не надо, я всего, ну, тогда, называется, приехали. Но в рамках недели я думаю, что эта карта действительно говорит о движении, о динамике, о путешествиях, и даже просто о движении физическом, как ходьба. Возможно, вот какая-то прогулка, либо какая-то поездка. Если вы никуда не планируете ехать, или, например, я не могу никуда поехать, там, неважно, я занят, нет, возможно, никуда поехать. Значит, просто прогулка. Возможно, прогулка, и вот это вот движение, и мысли, которые вам могут приходить, как раз такие вот нестандартные, может быть, ваш мозг в это время сможет что-то про... То есть, душа, мозг, они как бы скооперируются, и вот в этом движении, в этой динамике не только будете физически двигаться, но произойдёт какой-то процесс, что-то вам придёт интересная, какая-то мысль, что-то состыкуется, возможно, относительно работы, бизнеса, то, что там вы на чем голову ломаете. Вот мне кажется, что движение и пешие прогулки действительно смогут вам помочь, и этот вот процесс осмысления чего-то, скажем так, катализатором послужить этого процесса, в хорошем смысле этого слова. Так что, дорогие львы, я желаю вам прекрасной недели, наслаждайтесь, любите себя, ухаживайте за собой, у вас здесь всё хорошо, на работе будьте осторожны, будьте внимательны и будьте пожуще. Если кто-то совсем себе много позволяет, то иногда, конечно, и пресечь можно. Так что я вам желаю удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok